Аварийное жилье Или собственников жилых помещений, проживающих в этом аварийном жилье Или организации, которые управляют, инициируют признание этого дома аварийным Или тот орган, в собственности которого находится здание Это муниципальная и федеральная собственность Соответственно, заинтересованное лицо обращается в органы исполнительной власти В ведении которого находится управление этим домом С документами, подтверждающими право собственности на указанное здание И с заявлением о том, что необходимо провести обследование дома на предмет признания его аварийным Органы исполнительной власти в Санкт-Петербурге, это администрация районов Создает межведовственные комиссии, которые проводят обследование дома И выносят заключение по результатам этого обследования Он либо может быть признан неаварийным, либо аварийным И тогда там есть варианты, или он подлежит сносу и строится другой дом Либо он реконструируется Вот если дом подлежит сносу, то есть ли какая-то специальная процедура Уведомления жильцов о том, что им нужно расселяться? Да, конечно После того, как межведовственная комиссия приняла решение о том, что дом является аварийным Подлежит сносу, в этом же решении, в заключении фиксируется В какие сроки вообще следует произвести отселение жильцов Насколько опасен для проживания этот дом И не менее чем за полгода сообщают жильцам о том, что дом признан аварийным И он будет расселяться Если речь шла о том, что этот дом вообще находился в собственности жильцов ТСЖ или какие-то другие организации То им выставляются уведомления не менее чем за год о том, что им необходимо Произвести снос этого дома своими силами Если, значит, они не выполняют этого предписания То дом изымается, земля и дом, и жилые помещения в нем под муниципальные нужды Или государственные нужды И дальше действует обычный порядок, что собственникам предоставляют Или выкупают жилье, или предоставляют другое жилье Тем, кто под договором социального найма предоставляет иное жилье А если собственник не хочет покидать свое жилье? Смотря какие мотивы у этого собственника О том, что он не хочет покидать жилье Если это, по принципиальному соображению, привык, живу здесь много лет То, в принципе, инициатор расселения дома в силу его аварийности Может обратиться в суд о выселении данного жильца Но если это собственник о принудительном выкупе жилого помещения А если это под договор социального найма лица проживают То, соответственно, о принудительном выселении с предоставлением нового жилого помещения Какие сроки с момента признания дома аварийным до того момента, когда нужно будет переехать? Ну, вообще, да, установлен срок исковой давности для решения вопросов в судебном порядке О принудительном выкупе или там выселении Это два года укороченный срок В принципе, предполагается, что органы исполнительной власти должны успеть решить эти свои вопросы Конечно, бывают исключения, когда они повторно что-то признают, чтобы сроки, опять же, восстановить по каким-либо причинам Но по общему правилу, все-таки два года это предел, а вообще, как бы, да, в течение года Как компенсируется потеря жилья в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу? По общему правилу, предусмотренному ЖК РФ, жилое помещение предоставляется также благоустроенное Того же метража и из тех же количеств комнат, которые занимали до этого лица в аварийном доме Исключение составляют лица, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий Им при признании дома аварийным, согласно, опять же, нормам жилищного кодекса Они в первую очередь должны улучшить свои жилищные условия И тогда уже в соответствии с нормативами предоставления жилой площади И увеличенной площади предоставляются квартиры Это по закону, а на практике? На практике, естественно, все хотят улучшить, независимо от своего нахождения или нахождения на учете В принципе, те, кто даже не находится на учете, получение жилищных условий не состоят Они обращались с таким заявлением Если будет признано, что на данный момент ситуация такова, что они действительно могут нуждаться То это будет учтено и будут предложены документы подать для соответствующего оформления Им, в принципе, могут увеличить жилую площадь Но если это наниматели, то по общему правилу договор социального найма будет заключен на новое жилое помещение Если это собственники, то у них есть вариант Либо получить выкупанную цену с учетом увеличения жилой площади Или по договору социального найма Замечу, да, несмотря на то, что они собственники Все равно в другом жилом помещении у них будет договор социального найма Получить площадь увеличенную в соответствии с нормативами для тех, кто улучшает жилищные условия Это вот так Если лица не согласны, они вправе оспорить в судебном порядке Как вообще признание дома аварийным Потому что у нас есть прецеденты в Санкт-Петербурге, в частности Когда дома в исторической части города признавались аварийными В связи с интересом инвесторов и застройщиков к земле под этими зданиями И собственники помещений в этих зданиях оспаривали заключение межведомственной комиссии о том, что дом аварийный И, в принципе, успешно оспаривали Суды признавали то, что дом может эксплуатироваться, может провести ремонт технических коммуникаций И, в принципе, не надо сносить этот дом и даже зачастую не нужно реконструировать Если же все-таки жильцы согласились с тем, что дом аварийный и все-таки нужно его сносить Дальше просто вопрос в том, что их не устраивает те варианты, которые им предлагает администрация при расселении То и эти варианты они вправе оспорить в судебном порядке Требуя как увеличения выкупной цены, так и предоставления благоустроенного помещения В соответствии с требованиями жилищного кодекса Российской Федерации А вот как собственнику проверить, законно или незаконно признали его дом аварийным? Проверить это, по большому счету, можно, обращившись в экспертные органы Единственный нюанс, что приходится оплачивать такие экспертизы Это проводится строительная экспертиза независимая, которая обследует несущие конструкции Все коммуникации, кровлю, все вопросы, которые рассматриваются и международные комиссии При определении дома аварийным Соответственно, заключение эксперта будет являться тем документом, на основании которого Можно оспорить акт международной комиссии О какой примерно сумме расходов идет речь? Ну, зависит от величины дома, да, от квадратных метров, собственно говоря Которые подлежат обследованию, если это небольшие дома, то одна сумма От 20 до 100 тысяч То есть достаточно серьезно все-таки Ну, если это, например, товарищество собственников жилья А не единичный человек, не один человек, который не согласен, все согласен, а он нет Да, для него это, наверное, серьезная сумма Если, в принципе, все жильцы дома решили, что они так не считают У меня просто есть конкретная судебная практика И когда люди объединяются И, в принципе, если это разделить на несколько десятков человек Это несущественно будет для того, чтобы отстоять свои права Большое спасибо за беседу Напомню, сегодня у нас в гостях была юрист Санкт-Петербургской палаты недвижимости Ирина Тимофеева Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!